Возможно ли обострение отношений между аварцами и лезгинами в Дагестане при новом главе «Лезгине»? Я не знаю, какие причины есть в Дагестане для того, чтобы обострились отношения между народами. Понятия не имею, но я думаю, что вот этот Матовников, он, знаете, он такой же лезгин, как, допустим, Сурков-Чеченец. Да, у них там происхождение, у этого лезгинское, у того чеченское, но они настолько, как бы, один не чеченец, второй не лезгин. Это же типично, как бы, уже русские люди, обрусевшие полностью, поэтому воспринимать их как одного, как лезгина, второго, как чеченца, я думаю, не приходится. Как думаешь, будет еще кипиш между Осетией и Ингушами, считаешь народы братскими? Ну, я надеюсь, что не будет никакого кипиша, не хотелось бы, конечно. Братскими какие народы, Осетин и Ингушей, ты имеешь, что-то считаю ли я их братскими? Ну, нельзя их назвать братскими народами после всего того, что там было, конечно, нет. Но, тем не менее, я бы, конечно, не хотел, чтобы там произошел еще какой-то кипиш, как ты выразился, чтобы проливалась кровь, это никому не нужно. Кстати, это тоже вот из этой же серии конфликт, который типично выгоден только России, который был подогрет именно Россией. И до этого, до вот этих событий 92-го года, между Ингушами и Осетинами не было никаких до этого, там, даже предпосылок к этому конфликту, там, никакой ненависти к другу. Они жили очень даже мирно, дружно. Читал о Хангашвили. Он же был не блогером или политиком, а откровенным террорюгой. Почему РФ должна была его простить? Ичкирийцы же его убили Буданова вне войны также. Тебе сегодня только я пишу, что лил. А почему он был террорюгой? Какой террористический акт совершил Зелимхан Хангашвили? Укажи нам на это. Ну, только не слова Путина, что он причастен, там, к беслановским событиям и, там, каким-то взрывам метро и так далее. Ну, это всего лишь слова. По факту, есть ли какой-нибудь, допустим, квалифицированный международным сообществом как террористический акт, который бы взял, ответственность за который взял бы на себя Зелимхан Хангашвили? Например, есть что-то подобное или есть доказанный какой-то факт его причастности, допустим, к беслановским событиям или, там, к иным каким-то событиям. То, что он воевал, он был участником войны, это и он сам не скрывал, и никто не скрывает. Он воевал. Но воевать и быть террористом – это разные вещи. Поэтому, как бы, ну, предъявите свои доказательства. Тогда я поговорю. Ты говорил, что слова Дудаева о неучастии в бомбежках Афгана требуется опровергнуть. При этом слова Тимирханова, что он никого не убивал, ты считаешь, что опровергать не требуется. Он убил. Где логика? Там насчет Тимирханова я знаю. Просто ситуацию я разговаривал с его адвокатами, непосредственно с теми, кто вел его дело. Я знаю, и не только я знаю, вся республика знает. Откуда вы думаете, люди пришли тысячами на его похороны? С какой стати? Или вы, как Даудов, считаете, что это просто из-за того, что он умер в тюрьме? Вы знаете, сколько у нас людей умирает в тюрьме? И туда не приходят тысячами их хоронить, и их не делают героями. Народ не возносит их в ранг героя. Юсуф Тимирханов, да помилуй Тива Аллах, был вознесен в ранг героя народа. Именно за то, что он отомстил. Это все как бы знают. Есть в суде, есть линия защиты. То, что происходит в суде, то, что люди не принимают вину и так далее, это вообще как бы не аргумент, это не воспринимается людьми. Все, что человек говорит в суде для того, чтобы как-то там выстроить свою линию защиты, получить меньше срока или там как-то оправдаться и так далее, это все принимается и понимается. Здесь никто за это никого не осуждает. Поэтому то, что они говорили в суде, мы понимаем, для чего они это делали. Для нас как бы этот процесс абсолютно не является каким-то доказательством. Как и не является для нас доказательством виновности Буданова судебный процесс. Буданов ведь тоже не признавал своей вины. И даже если бы этот суд его оправдал, это бы не значило для нас, что Буданов не виноват. Мы знаем, что Буданов преступник, мы знаем, что он совершил это преступление. У нас есть убитая девушка, у нас есть человек, который ее похитил. То есть у нас здесь пазл сходится. То же самое и с его убийством. Мы тоже знаем, что есть человек, который был достойным всю свою жизнь. Мы знаем, что он был способен на это, на то, чтобы отомстить за нас. И мы знаем непосредственно его объяснение всего этого, этой ситуации, которую он давал своим адвокатам. Поэтому у нас тут нет никаких вопросов по нему. Томсов, в одном из своих эфиров ты говорил, что Навальный не мусульманин и не обязан любить ислам. Согласен, но уважение должно быть, он заявляет, что хиджаб, унижение женщины, как же так. Я не говорил, что он не обязан любить, я говорил, что было бы странно, если бы он любил. Не мусульманин, как бы, любить ислам не будет, как и не будет любить мусульманин, там, христианство или иудаизм. Понятно, что любви испытывать не будет. Что касается уважения, ну да, но я не слышал, чтобы он как-то неуважительно высказывался о нашей религии. Что касается его каких-то взглядов по поводу хиджаба, там, и так далее. Ну, это происходит от невежества, это их какие-то взгляды, мнения об этом. Это, в принципе, распространенное мнение вне, не в исламских кругах. Даже в мусульманских некоторых странах, так называемых, типа Таджикистана, допустим, или Казахстана, запрещают ношение хиджаба, за это преследуют. То есть, эта проблема как бы есть, да, в Турции даже до прихода к власти Эрдегана из-за хиджаба очень много проблем было. Нельзя было, например, в хиджабе заходить в ВУЗ, там, заходить в парламент. То есть, такие были моменты. Да, конечно, это заблуждение огромное, но это присутствует, это такие стереотипы, которые присутствуют в этом мире. Лично я к этому уже как-то привык. Почему до Второй войны те, кто поднимали руки на намазе, те, кто носил хиджаб, называли ваххабитами, а сейчас это делают все, что изменилось? Изменилось сознание людей. Да, действительно, это правда. Когда тогда, в те времена, поднимали руки на намазе, это было признаком ваххабизма. Девушка в хиджабе воспринималась тоже как ваххабитка. Сейчас уже, хвала Аллаху, люди прозрели, большинство людей уже знают, как бы, эти вещи. Продолжение следует... Продолжение следует...